Представители органов исполнительной власти и руководители общественных организаций подвели итоги работы по оказанию социальной поддержки и помощи ветеранов спецоперации и их семьям в 2023-м и обсудили планы на 2024-й. Наша задача поднять оказание помощи участникам СВО и их семьям на новый уровень, усилить работу по всем направлениям. Ни один из бойцов не должен оставаться без необходимой помощи. Наши воины должны получать качественную медицинскую и психологическую помощь. Сейчас в Юрге мы возводим госпиталь для участников СВО площадью 7 тысяч квадратных метров, строим реабилитационные центры. После получения первой помощи в прифронтовых госпиталях бойцы смогут на родине получать качественное лечение, а потом проходить реабилитацию, от которой зависит 50% успеха, сказал Сергей Цивилев. Руководитель филиала фонда Лариса Конышева рассказала об итогах работы фонда в 2023 году. Главная задача организации – адресное сопровождение ветеранов, спецоперации их семей, а также семей погибших бойцов по вопросам медицинской, психологической, социальной и юридической помощи. В каждом муниципалитете работают социальные координаторы. За 2023 год в Кузбасский филиал фонда поступило свыше 5300 обращений. Большинство из них касаются вопросов социальной поддержки, выплат, оформления удостоверений ветерана боевых действий и получения юридической помощи. Правительство Кузбасса и филиала фонда активно взаимодействуют в решении обращений, поступающих от ветеранов СВО и членов семей погибших ветеранов.